Добро пожаловать, дамы и господа, с вами ваш Невермор, и таки мы дождались. Да, тот самый релиз того Старфилда, который нам обещали уже года 100, ого, господи, уже не помню когда. Первые сведения о нём появились ещё в году 2016, как раз-таки помню на выход Fallout New World, последнего дополнения для четвёрочки. А официальный, как бы официальный релиз, когда Беседа сказала, что да, таки мы над ним работаем, был в году 2018. И вот сегодня, или буквально вчера, кто когда посмотрит видео, выступил Тодд Говард на конференции этого презентации Иксбокса. Ну да, продались немножко, ну шо ж сделаешь. Грусть, печаль, жизнь такая больная. Выступил и показал нам геймплейный трейлер. Что сказать? Что сказать? Ничего хорошего не скажем. Нам уже с 16-го года, ну пусть с 18-го, нам 4 года обещали сайфайную мега-рпгшину, просто всем рпгшинам рпгшина. Говорили, что будет олдскульная, преолдскульная, текавая, прям притекавая, но судя по тому, что нам показали, это будет не совсем то. Как обычно, Беседа решила идти по интересному пути и усидеть сразу на двух, а то и трёх стульях, но проблема в чём? На одном стуле пики точёные, а на всех остальных... Ну вот смотрим мы на Тодда Говарда, видим его ту кожаночку куричневого цвета, в которой он представлял Fallout 76, и понимаем, что нас сейчас будут немножко разводить. Ну судя по его лицу, мы уже видим, что чувак и сам не верит в то, что рассказывает, типа вот мы делали-делали, наконец-то сделали, и сделали хорошо, потому что сделали, ну... Да, есть красивый вступительный трейлер. Вот мы это видим большую планету, чё-то там где-то сейчас-то будет лететь за кадром сзади корабль и заземляться. Даже дату указали, что май 7-й 2330-го года, как будто это супер важно. Вроде так красиво, и луна под названием Крит, какого-то там планеты Асселон. Вроде даже демочек идёт, хотя видим, что демочек не особо графонистый. Кораблик, да, кораблик хорошо сделан, но опять же, вот на данном этапе это не геймплейная часть, это синематик-трейлер. Что мы видим? Тот самый корабль, который нам показывали уже не раз на скриншотах, который мы уже видели-перевидели, вот это мы не видели, внутреночка. Красиво, текаво, показали волшебного робота, который вроде как будет нашим компаньоном. Вроде интересно, вроде интересно, но судя по скорости движения робота и по его активности, скорее он будет голосовым компаньоном, чем чем-то реально боевым. Ну или скорее даже грузовым дроном, поскольку, ну, ща увидим немножко попозже. И вот эти она планета, она сразу показывает игровой интерфейс, что мы можем сканировать отдельно взятые предметы. Вроде текаво, вроде один из стульев под названием Сабнафтика, и же с ними есть уже. Показали местную жизнь, какой-то бегающий трилобит на планете, у которой нет воды, ну ладно. Жизнь более не такой, видали. И вот эти аниме. Наш персонаж в гендерно-нейтральном одетом костюме, который почему-то сам в скафандре, но стреляет пулями. Ну, физику, видать, мы не учили, да? Как ведут себя газы в очень сильно разреженной атмосфере. Но стреляет и стреляет, бог с ним, бог с ним. Видим, что что-то есть, это уже весело. Специально мимо нас пробежали абсолютно одинаковые модели абсолютно одинаковых монстров. И вот она, вторая стулочка. Сканирование ресурсов и добыча ресурсов волшебным лазером, который, судя по виду, заблудился где-то в 2012 году графония, и так оттуда и не вылез. Здравствуй, родной No Man's Sky. Вроде красиво, вроде хорошо, но, знаете, что-то такое мы уже видали. Причем не один раз. Но бог с тобой. Вот тут мы видим, что мы получаем такое сообщение, что за нахождение как бы новой локации получаем XP. Это вроде хорошо, это вроде весело, вроде RPG-шная составляющая где-то там, где-то там она есть. Выбор оружия по квик-доступу, это уже не так хорошо. Потому что видно, что игра больше заточена под Xbox, которому продались, чем под божески-православное ПК. Ну ладно. Забежали мы на базу. Даже местами вот четвертая или какая-то там стулочка, на которой они сидеть пытаются. Криповенько, чуть-чуть хороровенько. Похоже на Alien Isolation. Да, пока мы не встречаем пиратов. Не, я даже не спрашиваю, почему на заброшенной базе цветочек неполитый стоит 200 лет и растет. Ну ладно. Бывает такое. Но вы видели эту физику взаимодействия пуль с противником? То есть да, анимация смерти у него вроде как есть, что похоже, что в него попали пули. Но это именно анимация смерти. По сути, противники поролоновые. То есть в него попадают пули, его даже не сбивают с толку. Опять же, здравствуй, 2012. Но, друзья мои, физика уже шагнула в играх далеко-далеко вперед. Возможно, стоило сделать лучше. Но это еще не самая проблема. Самая проблема вот, нам показывают взлом. Честно, Mass Effect вышел в 2008, помнится, году первый, да? Там взлом был как-то красивше. Я понимаю, что слово красивше не совсем правильное, но все же. За 14, прости господи, лет какой я молодой, да и красивый. Можно было придумать что-то визуально красивее. Ну и маленькие подстрелушки, куда ж без них, да? Казал бы я, если бы не следующий момент. У нас... Сложно это выговорить, но у нас... Боже, вы видели эту физику, да? У нас есть джетпак. Причем анимация полета, по-моему, скоперащена Snowman's Sky. Просто, знаете, так вот. Ctrl-C, Ctrl-V. А чё бы и нет? А чё бы и нет? И вот тут тот нам продолжает на голубом глазу вещать, что чуваки... Вы ж смотрите, как у меня кожаночка мощная, да? Ну, видать, ему со времен Fallout 76-го так и не задарили новую. Или денег не платили, что он в одной и той же на презентацию выходит. Но он нам расскажет, что не. То была не единственная планета. Есть у нас еще и сюжет. Заземляемся мы на какой-то новый Атлантис. Чем старый закончил, мы знаем все, кроме Бесезды. И рассказывает нам, что все круто, все весело. Нас приглашают в какое-то секретное общество, секретного общества. По поиску инопланетных артефактов. Вроде как... Да, вроде как сюжет есть. Но мы, главное, знаем главную проблему. О, кстати, мерчендайз. Да? Мерчендайз на продажу. Бесезда потом выпустит эти часики отдельно лимитированным эдишеном. Штучек так, пару миллиончиков. Да, нам рассказывают, что мы молодцы, будем участвовать в поиске артефактов. Сюжет ни о чемный. То есть, та же проблема, что нанять нормального фантаста, чтобы написал им годный сюжет. Нет, мы взяли просто из масс-эффекта тоже древние артефакты, которые собираются в хренопупу-хренолупу. Мы особо избраны, которые видят от них видения, да? Но тут они даже хотя бы Бесезда не скрывают. Они прямо нам говорят, что главный сюжет проходится супер быстро, как и во всех играх. А Бесезда во всех своих играх, которые они что-то делали, это линейка Elder Scrolls, в общем-то, сильна боковыми квестами. И исследованием мира. Заметьте, не взаимодействием, не влиянием на мир, как это было в классических RPG, типа того же первого-второго Фоллаута. Нет, именно исследованием мира. Ну и да, ещё одна боль печали, это лицевые анимации. То есть, здесь движутся... В 2022 году, в засилии этого моушн-кепчера, здесь движется только нижняя часть лица, то есть говорильня. Мимика и всё прочая разнообразная эмоция у сюжетных НПК, она как бы отсутствует как факт. Видели негрилку, да? Видно, у него это ботексом закололи, так что аж не движется ничём. О-о-о, вот больнее и больнее, да? Но это ещё ничё. Сейчас нам расскажут про самое весёлое, самое ценное и самое интересное, что Беседа смогла придумать в своей игре. Конечно же, редактор персонажа. Как же без него? Хотя параллельно и сделали маленькую вставочку, вроде того, что мы будем что-то искать, какать по планетам, и вот где-то там, теоретически, найдём артефакт древних, который соберётся вот эту вот, да-да-да, вот она кольцевая хренолупа, которая, честно, я надеюсь, что это будет не серия игра, а одна игра. Ну, таки вот, таки вот, таки вот, это прелесть. Редактор персонажа, где вы сможете стать любым представителем любой квоты, кроме белого, цисгендерного натурала мужчины. Можете быть женщиной, можете быть толстой женщиной, можете быть трансгендером-геем. Нет, я не против женщины, я не против разнообразия, но, друзья мои, в научно-фантастической РПГ, как бы, основная часть, это не то, что ты можешь визуально создать себе образ чего-то-чего-то. Это как бы сам сюжет. А здесь нам предлагают кучу скинов. Но при этом, да, при этом маленько рассказывают, что здесь есть дерево перков. Вот помните, что хейтили фанаты в четвёртом Фоллауте. Что больше всего их доставляло? Ну, кроме того, что нельзя убивать лиц моложе 18 в игре, нет. Доставляла всем эта убогая система перков, которая заменила нормальное дерево развития из классических первых Фоллаутов и всех остальных РПГ-игр, когда ты из-за опыт прокачиваешь отдельные скиллы. Здесь есть перки, Карл. Много разных перков, которые дают тебе что-то. Такое себе, как по мне. Но здесь есть строительство базы. Зато. То есть, снова здравствуй Стабнафтика. Здравствуйте Улучшения. Здравствуй Престан Гарвин. И миллион аванпостов, которые ты заняв, должен будешь защищать. Потому что, как нам сказали, мы сможем нанимать сюда, на минуточку, работников. А наём работника подразумевает защиту базы. О, я просто предчувствую, что этот миллион вызовов по всей галактике, когда нам будут рассказывать, что «Еще одно твое космическое поселение в опасности генерал». Ну, не генерал, а как там. Космопроходец. Но боль, печаль, боль, печаль. А чтобы летать, конечно же, нам дадут кастомизируемый космический кораблик, в котором ты можешь, как в конструкторе, поменять местами, в принципе, однотипные детали. Единственное, что меня в этом радует, это то, что можно покрасить кораблик в розовый. Это радует. Остальное, ну, друзья мои, сайфай на РПГ, это не про конструктор. И не про тот факт, что на собранном кораблике, как с радостью рассказывает нам Тодд Говард, типа это открытие века, на нём можно будет летать. Можно будет, да. Называется «Здравствуйте, игры серии Икс», или кто помнит особые древности, тот же фрилансер. Хотя с чего греха таить No Man's Sky, космические бои такие же. Да, кабина сделана вроде прикольно, куча всяких фигулин на экранчике, которые, по сути, нам не нужны, кроме расхода топлива, заряда боеприпасов. По летушке, по стрелушке, управляшка, в общем-то, той же мышкой делается точно так же. Вроде красиво, вроде красиво, но вы думаете о том, что графони они навешали на эти выхлопы из сопел с рейтрейсингом много, а видеокарты у нас, друзья, у всех бюджетные. Кроме того, что будет цена игры, так еще и купи Рим и купи видеокарту, что ушло нормально. Да-да-да, видите, сколько полигончиков вылетает с каждого разбитого корабля. А это боль, это боль. Но, чтобы нам было совсем не скучно, нам Тодд рассказывает еще одну важную-важную деталь. А именно то, что нас ждет шикарный открытый мир. Что подразумевает открытый мир? Это возможность заземляться на разные места разных планет. Причем, как показывает сам трейлер, можно заземляться не только, допустим, планета заселена, не только в городе заселенном, но и где-то на бебенях-окраинах поселка городского типа. И планет этих на минуточку будет более тысячи, а систем будет более сотни. Казалось бы, что здесь плохого? Но простая математика дает нам понять, что если у нас есть тысяча планет, то разнообразия на тысячу планет у нас никто не сделает. Для этого нужно было бы нанять тысячу, как минимум, дизайнеров-программистов, которые каждый занимался бы своим отдельным миром. То есть нас ждет миллион пустых планет, на которых будет, ну, вспоминайте, короче, как нам обещали, 120 концовок в третьем Фоллауте, да? А по факту мы получили только две. Вот здесь будет то же самое. Планет будет много. В основном они будут пустые, скалистые, с той же железочкой, титанчиком, водичкой и остальными видами ресурсов. Разнообразие жизни, дай боже, чтобы было 10-15 разных планетарных биомов с разной планетарной жизнью. Но я даже на это не рассчитываю. Скорее всего, будут повторябельные монстры и какое-нибудь мини-объяснение, почему они повторябельные на всех планетах. И по древней налетели, и везде создали одно и то же. Ну и, конечно же, родные елочки. Родные елочки, как видим, будут везде. Так что, если брать в целом, лично мое мнение, напишите в комментариях, конечно же, ваше, но лично мое мнение, этот Старфилд, это не тот Старфилд, которого мы ждали. Мы ждали хорошего классического RPG в стиле Mass Effect, чтобы там было чё-нибудь такое весёлое, интересное, сюжетное, заманушное, какое-то интересное тайное, которое будет цикаво расследовать. Но мы получили очередной No Man's Sky с прокачанным графонем, хотя и графоний тот же не особо особо. Но, в любом случае, выпуск игры намечен на 2023 год, так что подождём, посмотрим, поиграем или не поиграем. Уже как фишка ляжет. А пока что всем удачи, до встречи. Пишите ваше мнение в комментариях. Не забывайте про наш Дискорд, ВКонтакт, Фейсбук и всё остальное под видео в описании. Ну и увидимся позже, где-нибудь, когда-нибудь ещё.